Музыка Приветствую всех, с вами Арман Карапетян и отдельный привет любителей марки Nissan. Сегодня на тесте брутальный внедорожник. Серьезный проходимец, покоритель болот и песков. Познакомьтесь, Nissan Patrol. Давайте начнем. Как вы видите, это очень большой джип. Он очень похож на Chevrolet Tasha. Но его главный популярный конкурент Toyota Cruiser 200. Размеры составляют. Он по длине составляет 1,5 метра и 100 миллиметров. А его ширина составляет почти 2 метра. Высота автомобиля составляет почти 2 метра. И клиренс автомобиля 275 миллиметров. И давайте сейчас посмотрим двигатель автомобиля. Давайте обнимать под капот и посмотреть, что под капотом. Здесь вообще огромный двигатель, как вы видите. 5,6-литровый двигатель. Очень тяговитый, мощный двигатель. Здесь V8. Очень хороший двигатель. Здесь 405 лошадиных сил и 560 ньютонометров крутящего. И 5800 оборотов в минуту. Этот автомобиль разгоняется от 0 до 100 километров в час за 6,6 километров. При этом его расход очень огромный. Расход в городе составляет около 25 литров. А в смешанном цикле составляет 20 литров. Давайте сейчас посмотрим, что в салоне. Про двигатель все. Салон, как вы видите, очень большой. Сиденья сделаны из кожаных материалов. Кожа очень качественная. Мой рост 1,85 метра. Я очень хорошо, удобно сижу. Вместимо очень в салоне. Здесь очень хороший руль. Как вы видите, сделан из дерева. Здесь очень хорошая музыка. Здесь 8 динамиков. Очень хорошо звучат, как на концерте. Давайте сейчас включим музыку и посмотрим, как он звучит. Как вы видите, салон сделан очень из хороших материалов. Мне очень нравится. Мне нравится больше, чем на крузаке. Давайте сейчас сядем назад и посмотрим, что сзади. Итак, как вы видите, салон очень просторный. Здесь вообще очень просторный. Мне очень понравилось. Удобно. Вместимо. Вообще, это семейный автомобиль. Как вы видите, здесь есть отдельный климат-контроль. И что очень важно, здесь есть подогрев кресел. Вот. Это подогрев кресел. И это очень огромный плюс для этого автомобиля. И климат-контроль тоже. А сейчас давайте посмотрим в багажник. Итак, давайте открывать багажник. Очень огромный. Посмотрите на это. Вообще огромный багажник. Давайте немного слов про подвеску. Подвеска здесь очень надежная. Запчасти стоят как у Тойоты. Точно. Такие же запчасти. Здесь и спереди, и сзади стоят двухрычажные подвески. Надежные, очень хорошие подвески. Колеса огромные вообще. Здесь колеса Nokia. Очень хорошие для зимы. Под покрышки. Колеса 20-дюймовые. 275 на 60 R20. В общем, этот автомобиль гигант. Итак, давайте посмотрим оптику. Это машина дорестайлинговая модель. Не знаю точно какого года. Но здесь стоят ксеноновые фары. Очень хорошо светят. Вот задние фонари. Давайте сейчас посмотрим передние фонари. Здесь очень большие, очень красивые фонари. Как вы видите, тоже ксеноновые. Очень хорошо светит. Давайте сейчас включу и посмотрим, как он светит. Как вы видите, здесь 7-ступенчатая коробка передач. Автоматическая. Здесь надежная коробка передач. Запчасти стоят недорого. Сам коробка тоже стоит недорого. Давайте прокатимся. Очень мягко. Ладно, очень хорошо едет. Точно как с двухсотой. Хорошо очень разгоняется. Я еще скажу, что здесь 5,6-литровый двигатель. Ну что сказать. Идеальная тачка для молодого пацана. Несмотря на эти большие объемы лошадьевной силы, всегда будьте осторожны на дорогах и всегда пристегивайте ремень. Безопасности. Если хотите, чтобы я тестировал вашу тачку, то обратитесь в Радионор или позвоните по номеру. Номер будет в описании. До свидания. Встретимся на следующем тест-райве. Тише едешь, дальше будешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова